Дни Челябинской области начались в столице Казахстана. В Астану отправилась большая делегация членов правительства и бизнесменов Южного Урала. Возглавляет ее Борис Дубровский. Планируется подписание с казахской стороной соглашения о сотрудничестве в сфере экономики и туризма. О подробностях первого дня визита по телефону нам рассказал пресс-секретарь главы региона Дмитрий Феличкин. В плане у Борис Дубровского первая была встреча с послом России в Казахстане Прихраева Бачарникова. Было отмечено, что Челябинская область выносит рисованный вклад в сотрудничество между Россией и Казахстаном. И наш регион занимает второй метод среди всех российских регионов по объему товарооборота с Казахстаном. Как было отмечено, три основные сегмента нашей продукции. Это продукция металлургии, машиностроения и продукция питания. Также в ходе встречи с послом затрагивался вопрос подготовки Челябинской области к саммитам Шоуф и Брикс. В этом году, как известно, Казахстан, а в частности Астана, в 2017 году будет принимать международную специализированную выставку «Экспо-2017». И нам будет крайне важен опыт Казахстана в проведении подобных мероприятий. Следующим пунктом нашей программы была встреча с Акимом Астаны особо. Интересным и бурным было обсуждение вопроса строительства высокоскоростной магистрали. Как известно, магистрали Челябинска и Казахстанбург спишутся четко в новую транспортную архитектуру Пикин-Насква. И власти Астаны отметили, что проект придает серьезный импульс развитию экономик двух регионов и повысит его инвестиционный и политический потенциал. Такая живая интересованность была в этом проекте. Кроме того, в Астане подписано соглашение об участии Казахстана в конкурсе «Лучший сантехник». Так что проект станет международным. Завтра Борис Дубровский посетит предприятие индустриального парка Астаны, а также Назарбаев университет. Подробнее об этом расскажем в наших следующих выпусках.